Лучше сделать 10 повторений в идеальной технике, чем 25 не разгибая руки в локтях. На брусьях обязательно нужно опускаться ниже угла 90 градусов и делать повторения чисто, в полную амплитуду. Таких условий и правил существует великое множество, причем это касается не только подтягиваний и отжиманий на брусьях. То же самое касается и отжиманий от пола, жима ногами, приседаний, жима штанги стоя и еще огромного множества других упражнений. Но так ли на самом деле важна идеальная техника? Или же в некоторых случаях ею можно пренебречь? В этом выпуске мы всецело затронем такое понятие как идеальная техника, поговорим о недавнем нашумевшем комплексе от Дениса Семенихина, разберем технику выполнения различных участников с лучшими результатами и наконец объективно выясним, кому нужен этот золотой стандарт, а кому совершенно бесполезен. Поехали! И перед тем, как начать, предлагаю вам принять участие в воркаут-битве на канале Андрея Кобелева. Спортсмен разыгрывает 150 тысяч рублей и для того, чтобы их выиграть, вам всего лишь нужно будет повторять испытания, которые будет демонстрировать, собственно говоря, сам Андрей. Это испытания, эти соревнования будут длиться все лето, поэтому это очень хороший способ не просто проверить себя, но и в целом подзаработать деньжат. Видео с подробными инструкциями, что и как нужно делать, я оставлю в описании, а мы двигаемся к главной теме нашего сюжета. Предлагаю начать разбор техники упражнений с недавнего комплекса от Дениса Семенихина, в рамках которого атлетам необходимо было набрать определенный тоннаж в подтягиваниях и отжиманиях на брусьях. При этом опускаться на этих самых брусьях по условиям соревнований нужно было в полную амплитуду, то есть ниже угла 90 градусов. И если результаты самого Дениса, а также Евгения Лося и Андрея Смаева вы наверняка уже видели, если интересуетесь данной зарубой, то вот вам результат, который вы вполне могли не знать. Виталий Фищук при собственном весе в 98 килограмм выполнил 50 подтягиваний за один подход практически нон-стопом, а затем сделал еще 50 только уже на брусьях. В общей сложности этот комплекс занял у него 1 минуту 30 секунд, что почти в 3 раза быстрее, чем у того же Андрея Смаева, который справился за 4.14. И его время на момент этой попытки было лучшим среди всех, кто пытался повторить этот комплекс. Но давайте теперь разбираться в технике, ведь Виталия придирчивые хейтеры засудили по всем фронтам. По подтягиваниям, Смаев лишь немного заводил подбородок за перекладину, ровно как и Виталий. Но вот локти у Смаева были полностью выключены, в то время как Виталий не до конца разгибал локтевой сустав. Для тех, кто понимает, это делается для того, чтобы выполнять повторения на максимальной скорости. Ведь комплекса на скорость и каких-то строгих условий в этом смысле там не было. Поэтому считать такую технику неправильной нельзя. Наоборот, как раз такая техника и позволяет делать нужное количество повторений максимально быстро. Еще отдельно напомню тот факт, что при весе 98 кг Виталий сделал 50, черт возьми, повторений не слазя с турника. Если среди моих зрителей есть люди с таким весом, выполняющие подобное, то напишите мне, я хочу сделать о вас сюжет. Что касается брусьев, то тут объективные отжимания Смаева были сложнее. Ведь чем больше амплитуда, тем больше усилий и времени нужно затратить на подъем. Но опять же, можно ли считать технику, в которой соблюдается угол 90 градусов неправильной? Однозначно нет. Во-первых, спортсмены, занимающиеся стритлифтингом, специально тренируют свою нейромышечную связь таким образом, чтобы четко останавливаться в этой точке. Ведь опустить вы ниже с большим весом, это во-первых может быть травмоопасно. Во-вторых, правилами соревнований предусмотрен как раз угол в 90 градусов. И на некоторых таких мероприятиях опустить вы ниже, вам могут попросту не засчитать подход. И сразу же начать ассистировать, опять же, чтобы избежать травм. Когда я задал вопрос Андрею Смаеву по поводу того, почему он не делает брусья с весом, он как раз сказал мне, что не чувствует этот угол в 90 градусов и просто привык делать в полную амплитуду. А с такой техникой результаты всегда будут меньше, чем у оппонентов. Предлагаю вам также вспомнить, как когда-то Виталий травмировал себе грудную мышцу на брусьях. И нет, это произошло не по причине амплитуды. Тут-то как раз угол был четко 90 градусов. Этим я лишь хочу сказать вам то, что брусья являются довольно травмоопасным упражнением. И недостаток разминки, неправильная техника, слишком глубокая амплитуда могут запросто привести к серьезной травме. И если опускание ниже параллели, будь то в отжиманиях на брусьях или приседаниях, может привести либо к частичному, либо к полному надрыву мышц, то вот полное включение сустава с большим весом дело еще более опасное. Вспомните того же Ронни Колмана, который жал чудовищный вес ногами в пол амплитуды. Разогнив он ноги с таким весом, восьмикратным мистером Олимпия он бы точно уже не стал. К слову, в интернете есть прецеденты техники с полным разгибанием колен, но последствия такого жима ногами я вам, пожалуй, показывать не буду. Потому как Ютуб нас попросту закроет, а ваш любимый напиток рискует оказаться на мониторе и клавиатуре. Конечно, я сейчас говорю о больших весах. Собственный вес в этом смысле гораздо более безопасен. Но представьте, что вы тренируетесь так каждый день, и за тренировку выполняете по 300-400 повторений с полным включением суставов. Умножьте такое количество повторений на 300, 65 дней из которых отведем на отдых. Получаем цифру в 120 тысяч повторений в год. Сколько? Это уже серьезная негативная нагрузка на суставы. Именно поэтому многие спортсмены в жизни не тренируются в, как это сейчас модно говорить, золотом стандарте. И на своих обычных тренировках используют более щадящую для суставов технику. А теперь вопрос хейтерам. Почему спортсменам нельзя выполнять упражнения так, как они привыкли это делать? Тем более челлендж Дениса нес не столько соревновательный характер, сколько мотивационный и пропагандирующий спорт как таковой. Просто в инстаграме вам всегда показывают идеальную технику тренировок и жизни, которые не существуют в реальности. И единственный способ разобраться в вопросе техники досконально это выйти на площадку и попробовать каждый из вариантов на себе. Давайте так и сделаем и проведем эксперимент. Возьмем двух участников. Одного зовут Федор, другого Евстигней, где первый будет выполнять подтягивания в идеальной технике, а второй делать это движение в классической бодибилдерской технике. Конечно, в случае с Федором упражнение смотрится очень красиво. Не мудрено, ведь он смотрит ролики Алексея Шредера и сам ведет спортивный ютуб канал. Ему нужно выглядеть достойно в глазах окружающих. Но вот Евстигнею плевать, несмотря на его модную прическу, его знает только три человека, двое из которых это мама и сестра. Выпендриваться этот парень не собирается и делает подтягивания широким хватом в частичной амплитуде. Как думаете, в какой из техник больше смысла с точки зрения воздействия на мышцы? И ответ у Евстигнея. Шо? Хоть и выглядят эти подтягивания далеко не так эталонно, как у Федора. К тому же, говоря о технике, я практически ни разу не видел человека, выполняющего идеальные подтягивания с полным разгибанием локтей, подбородком строго смотрящим вперед, ногами сведенными вместе и паузами в нижней точке амплитуды в реальной жизни на рядовой тренировке. Но заходя в комментарии, у меня то и дело складывается впечатление, что каждый второй именно так и занимается. Я также хочу отметить и такой вариант подтягиваний, как киппинг, или в простонародье кроссфитерские подтягивания. Большинство комментаторов назовут эту технику глупыми дерганями, но ведь именно эта техника является соревновательной в кроссфите, а сами спортсмены получают титул самых подготовленных и функциональных людей в мире. Как бы там ни было, если человек делает подтягивания не до конца разгибая локти, или же опускается на брусьях не в полную амплитуду движения, на него всегда льются тонны хейта, и практически каждый считает просто необходимым написать свое экспертное мнение в комментариях. Так что я решил проверить, как обычная техника и эталонная отразятся на конечном результате. Для этого я сам решил выполнить челлендж Дениса. Только не учитывать количество набранных тона, просто сделать 50 подтягиваний и 50 отжиманий за максимально короткое время, где в первом случае я делал в своей обычной технике, а во второй раз постарался каждое повторение сделать максимально чисто и в полную амплитуду. И результат удивил даже меня самого. Грязными мое время составило 6 минут 40 секунд, а чистыми 6.48, что лишь на 8 секунд дольше. Отсюда можно сделать вывод, что техника хоть и влияет на результат, ведь так делать объективно сложнее, но отнюдь не так разительно, как это принято считать. Глобально любая техника того или иного упражнения может быть либо безопасной, либо соревновательной. И поскольку видов спорта великое множество, говорить о технике и уж тем более осуждать ее довольно глупо. Только если мы не говорим о каких-то четких критериях и равных условиях. Но возвращаясь к комплексу Дениса, при всем моем уважении к этому спортсмену и безусловно интересному человеку, условия соревнований изначально были не равны. И это понимали все, кто хоть раз тренировался с дополнительным весом. Это понимал и сам Денис, когда говорил, что делать упражнения с дополнительным весом и собственным это совершенно не одно и то же. Но люди почему-то продолжали называть эти условия справедливыми. Давайте я приведу вам еще несколько примеров. Этого спортсмена зовут Геннадий Калинов. Его собственный вес составляет 98 килограмм. Он выполнил 50 отжиманий и 50 подтягиваний всего за 3 минуты 49 секунд. При этом все повторения Геннадий выполнял очень чисто и в строгой технике. А теперь вспомним того же Виталия Фищука, который сделал комплекс за полторы минуты, но менее чисто. Скажите, чей результат вы считаете более впечатляющим? Как по мне ответ очевиден. Ведь сделай Виталий чуть более технично, конечное время увеличилось бы ну максимум секунд на 30-40, не больше. Ну а уж сравнивать подходы Виталия и Геннадия с подходами того же Максима Трухановца и Евгения Лося, которые вешали на себя по 25-30 килограмм, чтобы сравняться с весом 100 килограмм, так вообще бессмысленно. В спорте не просто так существуют весовые категории и добиться равных условий, просто повесив на человека дополнительный вес, просто невозможно. К тому же в такого рода комплексах огромную роль играет и тактика выполнения. Кто-то делает первый подход на максимум, а кто-то по 5 повторений за подход. И для того, чтобы действительно сделать его более объективным, необходимо выполнять сначала одно упражнение до упора, а затем переходить на другое. Такой вариант исполнения я предложил попробовать своему другу, чемпиону мира по стритлифтингу Алексею Лапину. И при весе 85 килограмм он повесил на себя диск весом еще 15. И в упомянутом мною выше формате продемонстрировал результат в 7 минут 44 секунды. Ссылки на все мною перечисленные попытки я оставлю в своей телеграм-группе. Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что делать упражнения в чистой технике это несомненно круто и красиво. Но это не дает нам права говорить о том, что иная техника является неправильной. В конце концов, самые сильные люди это деятели, а не теоретики. И соревнования вроде тех, что провел Денис, позволяют нам лишь относительно и очень поверхностно сравнить свою физическую форму с каким-то другим атлетом путем выполнения одного и того же набора упражнений. Так что если вы действительно смотрите контент на ютубе с целью чему-то научиться, выходите и пробуйте выполнять все увиденное самостоятельно. Делайте это в разной технике, чтобы на собственном примере уловить эту разницу. И не забывайте, что спорт учит нас не только ставить рекорды, но и с уважением относиться к результатам других. А я также напоминаю, что у нашего проекта есть собственные программы тренировок с тренерами профессиональными по воркауту. У нас уже более 400 человек принимает участие в этом проекте из тысячи возможных. Там есть все. И программы по питанию, и программы по тренировкам, видеодемонстрации, чек-листы. В общем, очень много-много всего. Для того, чтобы в этом разобраться, я оставлю тоже демонстрационное видео, где вы сможете зайти и посмотреть. Также вот здесь слева вы видите некоторые результаты, которые демонстрируют наши ученики. В общем, друзья, заходите по ссылке в описании, если вам это действительно интересно и вы хотите тренироваться вместе с нами. Ну а на этом, собственно говоря, все на сегодня. Ставьте свои пальцы вверх. С вами был Федор Чепкий. Как всегда, увидимся уже совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok